С международным днём врача поздравляет меня Адзума, это интересный случай, несмотря на то, что у меня другая специальность. Ну что ж, посмотрим, что он предложит нам, предложит нам. Героическое предложение, значит, предусмотрительность Сестра Безопасности. Спасибо большое, фельдшер Адзума. Друзья, всем привет, меня зовут Влад, мы с вами в третьем дне нашего фестиваля. Сразу хочу сказать, что мой теневой пропуск деактивирован, то есть, ты понимаешь, он кончился. Еще хочу отметить то, что у меня к вам появился очень серьезный вопросец, такой вопросец, потому что, ну, кто-то приобрел себе этот скин еще до того. Кстати, оказывается, у меня синхронизация, я же с телефона, как бы, типа, у меня уже должно быть набито почти 9000 с чем-то очков, то есть, я уже фактически должен вот эту штучку взять. Но сейчас у меня не отображается, нужно, видимо, перезапустить игру, и все будет отображаться хорошо. В общем, смотрите, вот этот скин лотоса, то есть, ребят, его же давали в донате и все такое, а вот, если он у вас уже есть, какая награда здесь у вас стоит? Неужели тоже полуночный лотос? Пишите, пожалуйста, об этом в комментарии, и мне кажется, нам будет интересно узнать, так ли это, потому что у многих есть такое заблуждение, у меня, кстати, тоже, я, если честно, не знаю, стоит ли этот лотос в наградах, если он у вас уже есть, и если он уже есть, и вы получаете его отсюда, что происходит? Это тоже интересно, пишите тонны комментарии, ставьте миллиарды лайков, чтобы мы вместе с вами узнали. Вот, ну что ж, я перезапущу, и надеюсь, очки вернутся на родину, потому что я набивал, и сейчас отображается неправильно. В общем, не могу понять, в чем проблема, почему-то не хочет он возвращать меня к моим почти десятика очкам, ну ладно, возможно, он потребует перей, вот эту вот загрузочку сам, и тогда сможет все мне восстановить. Хотя, что-то я не понимаю, ну ладно, такое иногда случается, такое иногда бывает. Друзья, сегодня у нас с вами загадки полной луны, продолжается. Вот загадка лотоса. Храбрый воин ищет меня прежде всего, ибо я наделяю его истинной силой. Кто я? Ну, опять же, смотри, храбрый воин ищет силы, силу, а я наделяю его силой. Блин. Ну, либо это еда, либо это вода, либо это что-то там. Интересно, что он имел в виду. У предводителя болотных изгнанников были и упорство, и его личная маленькая армия, но из-за своего недостойного поведения он был изгнан. Отлично. Если ты благороден, то однажды получишь признание и силу, а если нет, когда-нибудь потеряешь их. Вот мой ответ, передай его лотосу. Признание. Окей, значит, смотрите, победил лотоса, чтобы узнать, так у нас новый лотос, давай сначала ребят почекаем. Победи противников и получи возможные отгадки. Так, ну что ж, я обязательно смогу сражаться лучше, фанк, обязательно, но у меня уже есть то, что лучше, понимаешь? Я лучше знаю, что мне лучше, понимаешь, фанк. Так, окей. Посмотрим, кто у нас там будет. Болотничный, ребята. Да, это благородство, друзья. Вот этот человек, это благородство. Ну, собственно, я болотник сегодня. В роли болотника выступаю. Ловите, мужчина. Вот это неправильно, я считаю, когда ты вот подкидываешься, такой красивый, тебя металлкой контрят, доджат, это тупо. Так, окей, держи. Кстати, а что такой урон-то маленький я наношу? А, наверное, потому что я в эпическом, ну, конечно. Конечно же, потому что я в эпическом, вот теперь урон нормальный. Ну-ка, лови, отлично. Так, давай верхний молот. Ой, хорошо, отходим. Все равно яичухами накололся, ты посмотри, вот это, да, вот это нормально, конечно, да, лови. Ну, слушай, у меня тоже такая штучка есть, хотя надо было, наверное, оставить ее на следующий раунд. Ладно, но это тоже было эпично и хорошо. В эпическом выпираешься и сразу чувствуешь, как по тебе урон наносится, это понятно, это ясно. Так, ну, поехали. Отлично. Держите, мужчина. Так, держите вам вот это еще. Можно сейчас ногами с ним поработать? Он может, наверное, поатаковать меня, но пофиг, я ногами попинаю, поспамлю товарища. Так, и отойду немножечко, чтобы металлочку ему в лицо забросить. Ну-ка, подходите, мужчинка. Так, отлично, ну, теперь можно фулочку, фулочку делать. Так, ну, неплохо он, кстати, от фулочки. А ты пригнуться можешь сегодня, нет? Че он не пригнулся-то у меня? Братан, я, я же жал пригнуться тебе, че ты как этот, как дурачок себя ведешь. Пригинаться-то надо периодически, а то тебя убить могут. Хотя, кто тебя убьет, ты столько прошел со мной. То есть ты прошел со мной целых семь глав и побочный мир, это же, это же великолепно. Тебя, в принципе, ничто не возьмет в этой жизни больше. Так, благородство третьего раунда, ну хорошо. А, кстати, у меня также здесь один раунд всего отведен на мою, на мой проигрыш. Так, сейчас подожди, сейчас, сейчас это, сейчас немножко я подохуел. Слегка, подожди. Товарищ здесь невероятные вещи вытворять стал. Так. Я понял тебя. Да, здесь возможно проиграть. Вот. Вот она требуется, чтобы, видимо, мои очки восстановить. И, видишь, вот эта вот сука, вот эта сука, которая за, за таблицей вылезла, она какой-то диалог мне закинула, который, естественно, я не увижу из-за этой перезагрузки. Ну вот, перезагрузка, ну ты же раньше должна была быть, ну вот что тебе сейчас вот, вот надо было именно вот случиться. Кстати, это мой первый проигрыш в ивенте. Невероятно. Так, ну что ж, ребят, я перезагрузился, и теперь, теперь отображается все так, как должно быть. Если кто-то видел диалог после проигрыша вот с этим вот человеком, которому я интересно просрал, я жду от вас этот диалог в комментарии вместе с ответом на то, что будет, если взять лотос, который у тебя уже есть. Я проскину. Так, все, отправляемся с копьем, чтобы было все хорошо. Что происходит? Я же это читал. У тебя все хорошо? Так, вот с этим я вроде сражался, да? Поехали. Фанатка определенно под спидами, потому что я не понимаю, зачем они мне озвучивают все повторно. Посмотри, но за проигрыш, оказывается, тоже есть диалог. Но проигрывать из-за этого как-то, ну, не круто, я считаю. Так, ладно. Ну, по крайней мере, вот этому челу не круто проиграть уже. За этого чела, ладно, за этого чела вы мне скажете, что там у него было в диалоге, если что. Так, и если честно, когда я играл с молотками, у меня было ощущение, что игра немножко у меня не то, что фризит, а звук, что ли, у нее раньше, не раньше, а позже, чем я удар нанесу, случается. А теперь все нормально. Скорее всего, игра тупила, и поэтому мы с вами, ну, не без этого, в общем-то. Так, окей. И поэтому мы с вами немножко и просрали. Ну, хотя, не знаю, возможно, действительно, то, что урон, то, что мы там теневушечкой баловались, я в итоге продул, такое бывает. Ну, окей. Все-таки это благородство, друзья. Он очень благороден, так. Но никогда доходит до поединка. Отлично. Тут он уже не очень будет благороден. Смотри-ка, он и меня зацепить успел, все равно. А, кстати, а урон у него как в болотнике, такой же конченый, я понял. Такой же конченый человек. Так, окей. Лови. Отлично. Слушай, я думал, он сейчас опять лютовать здесь начнет, начнет выписывать мне прикольно. Кстати, вот эти противники кажутся какими-то более серьезными, что ли. Потому что вот я сражаюсь с ним в первый раз, а он мне уже так накидал, что я прям охреневаю. Так, окей. Держи. Держи так. Держи нижний. Держи вот такой. Ну, естественно, ты не достал. Естественно, этот же идиот металочку свою кидает. Все правильно. Так. Держи и сразу. Очень слабо. Очень слабо, потому что этот блок. Так. Давай. Ну, слушай. Ну, вообще, он очень везучий товарищ. Отлично. Ну, кидай свою металку. Потому что я планирую тебя дальше тут немножечко изничтожить. Так, хорошо. Смотри, мои перки не хотят работать. Абсолютно. Совершенно. Они его немножко отталкивают, но срабатывать категорически не хотят. Ты понимаешь? Вот сейчас жопа будет, если я не сориентируюсь, твою мать. Так, тихо. Лови. И все, и большой. Ебах. Ты, ты, сейчас, сейчас серьезно было? Ты видел, как я над ним копье вот так вот просто выставил? Очень жестко. Но он меня сейчас, кстати, мог опять вынести. Вот это было жестко. Но за диалог, ребята, если что вы там, напишите мне. Так, ну уже бонуску не смотрю, потому что пропуск закончился. Ура. Ого, круто ты с ним управляешься. Сегодня духи-помощники изображают изгнанников проклятых болот. Это недостойные люди-предатели. Они были бандой наемников, но благодаря паре удачных контрактов получили расположение старейшина, затем попытались их свергнуть. Почему полуночный лотос напомнил нам об изгнанниках проклятых болот? Наверное, это подсказка к загадке. Хм, армия благородства и упорства. Это будет непросто. Все эти вещи делают человека сильнее. Хм, армия благородства и упорства. Так, значит, сейчас у нас будет упорство, да, еще с тобой? Где-то там. За горизонтом. Так, кто следующий? Тот, который стоит 7 по награде. Посмотрим, что это такое. Пиу, пиу, пиу. Ты знаешь, я когда узнал, что есть диалоги после боя, вот этого вот ивента, я охренел. Упорство. Так, ну хорошо. Можно, я бы просрал, конечно, ему, но что-то как-то не хочется. Но вы диалоги пишите, я просто не хочу сейчас их читать. Вот именно после проигрыша. Ну серьезно. Вот проиграю, прочитаю. Не проиграю, не прочитаю. Вот в сюжете, да, в сюжете я могу себе это позволить. Сдаться, чтобы диалог прочитать. Это, кстати, ответ на вопрос, почему я сдаюсь. Почему я надеваю экипировку или вообще иду без экипировки в сюжетных заданиях. Потому что я читаю диалоги, связанные с сюжетом. Вот. Здесь, я надеюсь, вы мне напишите сами. Вот, пожалуйста. Если мы проиграем сейчас этот раунд, то, в принципе, сможем с вами прочекать. Прочекать, прочувствовать диалог. И выйти, собственно, в этот диалог вместе с нашими ребятишками. Так. Лови. Красиво, кстати, пнул ему по яйцам. Хотя не по яйцам, по спине куда-то попал. Так, ну, судя по всему, диалога мне не дождаться. Поэтому про этого товарища, если что, тоже пишите. Кто захочет проиграть упорству, то welcome, типа, мне на канал. Пишите диалоги. Так, хорошо. Семь лунных пряников, пряников мне дали. Это хорошо. И остается последний мужчинка. Последний мужчинка. Фестивальное предложение. После каждого боя вылетает. Это идеально. Так, последний мужчинка. Это вот этот. Да, поехали. Что он из себя представляет, мы не знаем. Но сейчас мы с вами все выясним для себя. Так. Раунд первый. Это армия. Ну, поехали, армия. Это армия, мать твою. Так, хорошо. Это, 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 это типа это. Это, это типа, вот сейчас вот кто уклонист, да. Вот это вот оно. Это вот за вами, если что. Так, хорошо. Хотя, если вы туда не собираетесь, я считаю это правильно. Так. Отлично. По мудям прям. Если мы выиграем, если мы проиграем армии, то тоже пишите. Ну, не, я знаю какой там будет диалог. Типа, за неявку вы, собственно, попали на сколько-то там денег. Будет что-то такое, да, там по-любому. За то, что вы вовремя не принесли нам акт о вашем здоровье. Акт вот этот, да, который дают военкомате, чтобы ты проходил медобследование себе. Они, в конце вот этого челика, наверное, будет такой диалог. Значит, за уклонение, за то, что акт просрочен. Вы получаете пизды в районе 200 тысяч евро. Я не знаю. Ну, наверное, так это работает. Кстати, сейчас очень сильно просадилось из-за того, что я в него вот этот вот свой топор кинул. Не знаю. Слава богу, что хоть не вылетело никуда. То я думал, что сейчас еще это случится с нами. И будет вообще не прикольно. Так, друзья, перед тем, как разнести босика, давайте с вами откроем 5 паков. Я сегодня тоже накопил такой на паки. Я такой красивый, классный. Сегодня тоже адекватная цена, но ты знаешь, почему я вот не беру и не усиляю. Потому что, ну, у меня есть уже оружие с этой силой. И зачем мне усилять это оружие до той силы? Я просто не вижу смысла. Поэтому я сегодня беру и снова покупаю паки. Сейчас откроем 5, потом пройдем босика и еще остальные 5 откроем. Я все так же рассчитываю на рубины. Так, 60 ключей мне выпадает. Хорошо. Ну, первый пак, первый блин всегда комом, как бы, да, все дела. Так, окей, красный набор удачи. Поехали. Поехали, брат. Хотя, какой ты мне брат? 45 ключей выдает, еще братом я его называю. Ага, конечно, спасибо. Не бывать этому. Так. Еще один красный набор. Поехали. Будь добр, пожалуйста, рубинчиков. Спасибо большое. Спасибо большое, сука. Я не понимаю, как люди их выбивают. Ну, ладно. Пусть будет. Пусть будет. Пусть будет так. Отлично. Покров тьмы. Ну, и, кстати, самая частая карта, карта, самая частая краска, которая мне выпадает, это покров тьмы. Очень часто выпадает. Очень часто выпадает. То есть, другие вообще не хотят лететь категорически. Окей. Ты кто? Это сон болот. Только заговорил о краске, так сразу же мне говна подкинули в болото. Ты знаешь, вот болотный ивент, болотное событие, типа, ну, сейчас в данный момент болотные противники. И, собственно, болотная загадка и болотная краска. Так, хорошо. Сейчас мы пойдем на босса и посмотрим, что у нас с тобой будет. Итак, друзья, мне нужно было немножко отойти, и сейчас мы идем с тобой в босса. В того самого босса, босямбу, и будем проходить. Это новый лотос, третья форма лотоса. Пока мы будем сражаться с лотосом, хочу немножко вспомнить ребят, которые часто пишут. Вот, я прохожу без доната. У меня уже много всего. Полуночный лотос. Ну, мы оба, кстати, с копьями. Сегодня очень интересная ситуация. У меня, кстати, легендарная. У него тоже вроде как. Только вот болотническая то самое. Я прохожу без доната. У меня столько-то, столько-то там ресурсов. Ну, многие могут так написать. Я просто не понимаю, зачем мне эта информация. Просто я как бы тоже играю без доната. Два теневых пропуска я не считаю донатом. Ну, таким прям каким-то бешеным, серьезным. Это просто, наверное, посмотреть на истории, на упущенную часть лора. Может быть, я фиг его знает. Вот. И вообще донат это неплохо. Донат это неплохо. Донат, он тебе может ускорить время прохождения, допустим, игры. Но в событиях донат не решает. Когда же вы уже поймете, наконец, что... Даже если у тебя будет 100 тысяч сил, тебя так же будет шпилить на ивентах, как последнее говно. Это не... Понимаешь, донат он может зарешать в сюжете. Но не тут. В ивенте, как ты получал поебалу даже 200к сил, если у тебя будет, так же и получишь. Причем так получишь, что у тебя потом вера пропадет вообще, в принципе, в мир. Вообще, ты, в принципе, перестанешь верить во что-либо. У тебя просто рухнет все на глазах, понимаешь, после этого. Поэтому не надо обвинять донатов, что они донаты. Обвинять надо только читеров и те, кто пытаются игру взламывать. Вот это пидоры, самые настоящие. Чмошники и говнари, которые пытаются узнавать, что там наперед, файлы игры зачем-то достают какого-то хера, непонятно. Интригу полностью забирают, не сохраняют ее абсолютно. Это люди-залупенсты. Люди-залуписты, я их называть буду, короче. Потому что делают они настоящую залупу. Так, окей. Отлично. Держи. На тебе, бляху. Ну, собственно, вот верный ответ благородства, друзья. Благородство это самая настоящая сила, которая должна быть у воина. Да, вот фанатка нам загадала. И мы с тобой, собственно, отгадали. Отгадали и, кстати, заработали еще себе на один... А, нет, не заработали. Я чувствую трепет, когда лотос вооружается как легионер. Все-таки легионеры такие сильные и классные. Потому что ты изначально пришла в шлеме Кагуна. Поэтому у тебя и такие вот мысли. Вот, вот и все. Ну, да, у них есть охуенный меч. Вот этот гигантский, да, он классный. Ох, на сегодня я наелась пряников. Интересно, что лотос загадает нам завтра. Увидимся на этом же месте. Блин, у тебя диабет будет. Ты слишком часто ешь эти пряники свои. Сколько уже можно? Так, хорошо, друзья. Давайте мы с вами откроем бустер-паки оставшиеся. И посмотрим, что, в общем, мы можем заиметь с них. Не забывайте писать в комментариях, что мы сегодня с вами обсуждали. Особенно мне интересны диалоги и про скин. Как он дублируется, если он уже вот... Вот люди задонатили, допустим, на скин на вот этот. И выбили его в марафоне. Что потом происходит? Мне вот эпические ключи выпадают какого-то хера до сих пор. Но я не унываю, потому что, как бы, ну, ты знаешь, все может случиться когда-то. Вот 88 жетонов выпали очень кстати. То есть мы можем открыть еще 3 пака с тобой для этого. Это хорошо. Жетончики вот почаще бы еще выпадали. Тоже было бы, я считаю, очень прекрасно. Вот выпадают 3 легендарных ключа бесполезных, не нужных никому вообще в этой жизни. Так, окей. И у нас остается еще с тобой на 1 пак. Тек. Что там у нас? Это 15 эпических ключей. То есть других чисел, я так полагаю, в этой игре нет. Только 3, 15 и 45 какие-нибудь там простые. Ну и в общем последний пак на сегодня. Это... Ну, просто это не комментируется никак. Особенно после моих последних слов до этого открытия пака. Это не комментируется никак. Ну что ж, друзья. 10169 я уже набил. Давайте смотрим на бустер пак и забираем заветный скин. Во-первых, это полуночный лотос, друзья. Да. Всех поздравляю, кто тоже уже его получил. И легендарный мир Джунчика. Так, окей, поехали. Все, кто получил, молодцы. Все, кто задонатил до этого события, тоже молодцы. Но вы должны мне написать, что будет, если он уже у вас есть и вы его получаете. Так, окей. Там должны быть, наверное, печенюхи вкусные. 100 печенюх дали. Ух ты, это прикольно. 100 целых. Здорово. Так, ну и, собственно, мы перешли на второй этап марафонского. Значит, у нас здесь с тобой есть уникальный бустер пак. 8 карт он содержит в себе. Краски. Это краски. Лунный пряник. Лунтик. Еще один пак с красками. Так, 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 так. Это паки с красками. Слушай, ты знаешь, лучше бы это были паки вот с рандомом. Потому что, мне кажется, это было бы намного интереснее и сочнее, и мучнее, и драчнее, как говорится. Так, хорошо. Значит, в следующий раз у нас с тобой кто будет в календаре? Адзума, скорее всего, его ребята. Безумие на рынке. Та-та-та. Ну, хорошо, узнаем про Адзуму побольше. Про грозу болот сегодня поузнавали моментов определенных. Скинчик, собственно, получили. Ну, давайте, собственно, ладно, наденем, посмотрим. Покрасуемся, как говорится, в нем, да? Так, вот он, кастомизейшн. И скин. Да, вот, пожалуйста. Вот он, вот он, красавчик. Просто шикарен, да? Сейчас я к неизвестному этому зайду, к незнакомцу в этом скине, и он такой скажет, ух, нихих. Ты что сейчас, ты меня троллишь, что ли, я не пойму? А, я не надеял. Все, я понял. Я такой выхожу, думаю, в смысле? Почему у меня до сих пор болотник? Так, окей. Давай посмотрим на тренировку. Сейчас мы заходим, значит, к незнакомцу, и он такой, ого, такой думает, нифига себе, он в скине. А как так вышло? Вот, пожалуйста, смотри, какой классный. Да, очень клевый, очень клевый товарищ. Динамичненький такой, составная тоже крутая. А вот этот прием просто, вот это, вот это, в этом скине просто хорош. На самом деле, я не вижу такого прикола в скинах и все такое. Это же не Call of Duty, в конце концов, где реально скин меняют. Здесь немножко дорабатывают костюмчик, и, в принципе, он выглядит так же, просто, более разноцветный становится. А не просто под, допустим, волосы перекрасить во что-то там или еще что-то такое. Здесь просто волосы, допустим, два цвета имеют. Смотри, они здесь, получается, фиолетовые и зеленоватые. Вот сейчас мы это увидим. Вот, видите, там чуть-чуть видно. А в обычном скине они, вот, допустим, белые, в обычном костюмчике. Вот, поэтому так оно и смотрится, и выглядит. Но выглядит это все равно охренительно. Спасибо за просмотр, увидимся в новом дне. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok